Автобус с туристами попал в ДТП на ТРА-75 в Челябинской области. Помощь медиков потребовалась подростку. Тему продолжит наш корреспондент. ДТП произошло в шестом часу утра на территории Ашинского района. Мужчина за рулем автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. В салоне автобуса было два водителя и 41 пассажир. 13-летнему школьнику оказали медицинскую помощь. В Челябинске легковушка влетела в машину скорой помощи, у которой во время движения отпало колесо. Водитель «Лады Приоры» заявил, что не заметил карету медиков из-за яркого солнца. Авария произошла сегодня в районе улицы Российской. По данным ГИБДД, скорая стояла на дороге с аварийными сигналами, но получила удар от отечественной легковушки. Ей управлял 24-летний парень. Он и другие участники ДТП не пострадали. На М5 столкнулись семь машин. Движение было временно ограничено. Массовое ДТП произошло на мосту через реку Юрюзань. Инспекторы ГАИ организовали реверсивное движение. А это ДТП случилось рядом с поселком Вахрушево. Столкнулись грузовой автомобиль и ВАЗ 14-й модели. Информации о пострадавших нет. На место пригнали эвакуатор, а чтобы поставить на колеса фургон, пришлось вызывать автокран. «Газель» оказалась крайней. Вот так в Челябинске столкнулись три автомобиля. Все произошло на пересечении улиц Худякова и Энгельса. На записи видно, как грузовик задевает легковушку, отчего ту разворачивает, и машина вылетает на встречную полосу. Там она попадает прямо под «Газель». На Урале перевернулся автобус. Водитель не справился с управлением на мокрой после дождя дороге. Междугородний автобус ехал из Екатеринбурга в Сухой Лог. По словам очевидцев, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате чего автобус съехал на обочину и угодил в кювет. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, была предпринята попытка вытащить автобус. Но это удалось не сразу. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Машину после аварии разорвало на части. Страшное ДТП произошло в районе Садки. Столкнулись Нива и ВАЗ-10 модели. Удивительно, но в аварии никто не пострадал. По словам одного из участников аварии, за рулем авто был молодой 23-летний парень. Он ехал на скорости 120 км в час и обгонял попутное авто. В итоге не справился с управлением. И вот что натворил. В аварии в Уйском районе погибла 19-летняя девушка. За рулем автомобиля находился 22-летний парень. Он, по всей видимости, не справился с управлением на изгибе трассы. И машина вылетела в кювет, а потом перевернулась. Известно, что у парня не было водительского удостоверения. Водителя ВАЗа-12 модели и второго 30-летнего пассажира госпитализировали в Чебаркульскую больницу. В Миасе обрушился асфальт под колесами большегруза. Инцидент произошел в районе улицы Академика Павлова. Фотографии в социальной сети выложили очевидцы. Информации о пострадавших нет. В комментариях люди делятся своим мнением. Кто-то считает, что водитель грузовика виноват в происшествии. Ведь парковка не была предназначена для больших машин. А кто-то считает, что подобное могло произойти и с другими авто. Под трехгорным автомобиль столкнулся с мотоциклом. Кто виноват, разбираются сотрудники полиции. По словам очевидцев, автомобиль улетел в кювет, а одного человека, предположительно водителя мотоцикла, увезли на скорой. Подросток на мопеде влетел в легковушку. Как сообщают в полиции Варнинского района, 14-летний юноша без мотошлема с управлением двухколесного он не справился. В итоге выехал навстречу, где влетел в ВАЗ. Сейчас парень лечится в больнице. Кстати, за управление мопедом без прав и шлема предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Пострадали стекла и психика. Жительница Аши попала под каменный обстрел. В машину, в которой она сидела, прилетел булыжник. Камень отрикошетила в авто, когда он попал под колеса другой машины. Пассажирка авто говорит, что если бы ее окно было открыто, пострадала бы не только машина. Она уже пожаловалась в администрацию, но там свалили всю вину на дорожников. Продолжение следует...